В этом выступе на самом деле было несколько целей. Одна из них была дать людям возможность сделать какое-то нетривиальное высказывание о деле Ходорковского, потому что в России, как раз чаще говоря об этом, дело Ходорковского такое величинное стекло всей истории 90-х годов. В Ходорковском люди говорят о нем как о политическом борце, пострадавших во главы герой или как о боре, который должен сидеть в тюрьме. И поэтому мне показалось важным дать людям возможность прийти в реальный суд, посмотреть на реальных людей, на самого Ходорковского, на охранника, на судья. Потому что когда ты видишь живого человека, ты можешь выйти за собой и делать другой концепцией. И это была первая цель всего этого проекта. И вторая цель, которая мне казалась очень важной, это дать возможность не только участникам, но и зрителям, убедиться, что все не так страшно, как часто думают. Потому что это такое же бинарное мышление, как о том, где мы в 90-х, а о сегодняшней России. С одной стороны, мы все знаем об этом сегодня, что мы говорим, что все это решение прав человека, как это гонение по свободу слуха. Я говорю, в процессе против художников. И всем остальном, что всем нам не нравится. А с другой стороны, это совершенно не значит, что Россия в 2000-х, это, не знаю, северная Корея, но это союз в 1950-х. Но это все равно, какая сторона 21-го века, это по-другому структурировано. И в общество, поэтому дающие, и это тоже не только в 90-х годах, возможности для большего самовыражения, для большего высказывания, в том числе политического, чем это было в отборху в СССР. И то, что не только множество людей нарисовали эти картины, и побоялись пойти в суд. Но это то, что мы довольно легко организовали высказку, причем в ЦДХ, в центральной площадке. И когда мы это делали, я не столкнулся с моей компанией, столкнулся с каких-то проблемами, да, ни прямыми, ни посланными, никто не звонил нам по телефону, не угоражал, ни вне, ни в бизнесе, ни вне, например, налоговая инспекция сдерживательной проверки, вот ничего не было. Все было, как будто я делаю там обычный результат, там проект, как музыканты, компания, и мне показалось это тоже важным результатом, потому что когда, это тоже русская традиция, когда что-то происходит плохо, все в этом громко говорят. А когда что-то происходит лучше, как надо, то ну, что говорить, так ладно. И поэтому люди начинают бояться, там, где бояться не надо. То есть делать оппозиционные проекты в России, это не всегда так уж опасно для России. Да, да. И еще раз говорю, это же не оппозиционные проекты. Это же не проект, давайте сверхним визитом и повесим футбол на фонаре. Это же проект про то, что есть история, а Горько-Дорковский. Мы тебе интересно рассказать. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо большое. На предстоящее разбирательство в Страсбурге по делу Горьковского. Это очень интересно, чем это кончится, потому что там такой есть беспрецедентная сумма. И я думаю, что если это будет выигран, этот процесс, это сдвинет очень многие пластыли в самом России. И может быть, я надеюсь, даже в этом деле. То есть это станет своего рода рычагом давления на российскую власть. Да. Причем рычагом не политически, не вот методом выставок, там, лозунга, какие-то. Юридическая плоска. Ведь они же всегда говорили ничего личного, ничего политического. Вот налоги, вот там юриспруденцы, вот закон, закон у нас закон. То есть они уковали на верховенство закона. Если тут закон им скажут, что ребята, вы не правы, тогда это будет, это сильный аргумент. Но не будем пока загадывать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова для того, чтобы его неизвестить. Первое, что Медведев должен сделать, это действительно, чтобы остановить этот преступление в том, что Кодорковский. Но это он знает. И он знает это уже. И уже, он работает с Путином. И когда он говорит о нюрисме, он не делает ничего. Ни. Я очень рад, что такие выставки проходят. Тем более замечательно, что недалеко отсюда Владимир Владимирович Медведев открывает другую выставку. Настоящий президент дома остался там находить. Потому что эта глянцевая выставка, она должна показать Западу, что у нас все хорошо, у нас все красиво, у нас хороший инвестиционный климат. Привозите ваши бабки к нам, а мы уж там разберемся с ними. Потому что у меня карма, я каждый день опаздываю куда-нибудь из-за того, что прикрывают улицу и едят медведя. Сегодня получилось то же самое. Я хочу поблагодарить устроителей конкурс «Рисуем суд», потому что действительно долгое время я знала, что есть проблемы. Мне было очень жаль, я очень сочетала. Но я действительно не знала, чем помочь. И эти люди как минимум дали мне реальную возможность хоть что-то сделать. И за это им огромное спасибо. А потом я и мои друзья, мы тоже решили что-то сделать. И вот сделали рассылку подарков в честь Михаила Подарковского и Платона Ебедева. Вот такие подарки в которых. Такие прекрасные рукавицы. Ну, что там? Такая шоколадка-мишка на севере. Я не знаю, как это это. Снимают национальные. И еще тут есть прекрасные календарики. Страх 2010. И еще есть маленький календарь. Это называется «Поор 2010». Я хочу сказать, что мне кажется, что на самом деле это очень легко сделать что-то. Главное, чтобы люди начинали это делать. И если каждый творческий человек, вообще каждый человек сделает хоть что-то для того, чтобы помочь героям нашей выставки, то есть Михаила Подарковского и Платона Ебедева, мне кажется, их обязательно выпустят. Просто надо перестать так бояться Путина и Медведева. И надо начать хоть что-то делать. Потому что на самом деле, как мне кажется, проблем от них больше, чем пробки на дорогах, вряд ли можно ждать.